Здравствуйте, уважаемые любители бокса! С вами Давид Кучешвили и сегодня я предлагаю вашему вниманию поединок, который состоялся в 1997 году между принцем Насимом Хамедом и Кевином Келли. 1997 год, Мэдисон Сквер Гарден, Нью-Йорк. Первый поединок Насима Хамеда в Соединенных Штатах Америки, где он еще не был. Тем не менее, он уже являлся чемпионом, чемпионом в полулегком весе по версии WBO и планировал завоевать новую публику, новых болельщиков. Собственно, это ему удалось сделать благодаря именно вот этому поединку с Кевином Келли. Очень хорошим, крепким боксером, который шел на серии из пяти побед подряд, у которого был достаточно неплохой любительский опыт. 70 побед, 5 поражений, в отличие от Насима Хамеда, у которого любительского опыта вовсе не было. Но, тем не менее, обстоятельства свели этих ребят в ринге в 1997 году. Кевин Келли прекрасно понимал свою роль. Он понимал, что Насим Хамед будет всячески, всячески пытаться проявить себя. Но у Кевина Келли были свои планы на этот счет. И вот поединок начинается. Это первый раунд. В углу Насима Хамеда по-прежнему его знаменитый тренер, с которым, собственно, он и начинал свой путь. Брэндон Ингл, воспитавший таких бойцов, как Джон Нельсон, Джуниор Уиттер и, конечно, Кел Брук. И отличительной чертой этого тренера всегда было привитие защиты своим подопечным. Это то, о чем боксер должен был думать в первую очередь, говорил Брэндон Ингл. И у него были такие достаточно незаурядные тренировки по защите, залы расчерченные кругами, квадратами, как боксер должен двигаться. В общем, целая такая наука, действительно, которую прививал Брэндон Ингл своим боксерам. Но, по словам того же Ингла, принц Насим Хамед после поединка со Стивом Робинсоном, а это был его 20-й бой, который он проводил в Уэльсе и стал чемпионом мира по версии WBO в полулегком весе, совершенно стал невозможным к восприятию былых тренировок. Его просто невозможно было уже обучать. Он в 21 год стал чемпионом мира и уверовал в то, что его просто невозможно победить. Ходили даже слухи, что Ингл в принципе заметил Хамеда тогда, когда в автобусе принц Насим убегал от каких-то хулиганов, и те, зажав его в углу, никак не могли по нему попасть. Потому что вот это чувство соперника, чувство дистанции атаки у Насима Хамеда, конечно, было врожденным. И Брэндон Ингл только огранил все эти качества в Насиме Хамеде. Однако, вот такие случаи тоже происходили с Насимом. Но это стало случаться именно после победы над Стивом Робинсоном, с бойцом которого он одолел в 95-м году и стал чемпионом мира. Стал миллионером, ну и затем поставил перед собой цель стать новым Мохамедом Али, завоевать Америку. И, собственно, вот этот самый первый поединок, который и сделал его популярным. Именно поэтому мы сегодня его и разбираем. Итак, первый раунд принц Насим Хамед в нокдауне и стало быть проигрывает первый раунд в своем первом поединке в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что не такого начала он ожидал, но, тем не менее, его нисколько ничего не смущает. Он продолжает куражиться, продолжает вытягивать оппонента на себя. Ну, а его соперник отлично использовал дистанцию атаки. Причем, это действительно очень хороший боец Кевин Келли, который боксировал и с Марко Антонио Баррерой, и с Эриком Моралесом. И действительно, очень многих бойцов он потрепал, скажем так. А вот и Брэндон Ингл и его советы Насиму Хамеду. Смотрим повтор. Ну, здесь Хамед, конечно, сам увлекся своей атакой, как с ним часто уже стало происходить после 20-го поединка. Опять же, со Стивом Робинсоном, который, кстати, Брэндон Ингл считает лучшим в карьере Насима Хамеда. И после этого боя, дескать, Хамед так и не пришел в себя и не раскрыл свой талант на полную. В дальнейшем их пути вообще разойдутся, поскольку Брэндон Ингл, человек, который привык, чтобы его слушались досконально, чтобы выполняли его команды, не смог смотреть, как один из его лучших бойцов, его главная, по сути, звезда на тот момент, делает на ринге, что хочет. А Хамед был таким человеком, который действительно делал, что хотел и как хотел. Вот, посмотрите, техника Насима Хамеда. Опять же, он пропускает удары. Нельзя сказать, что все удары, которые летят от его соперника, они сотрясают воздух. Нет, он попадает, Кевин Келли действительно доносит свои удары до цели. И вот второй нокдаун. Второй нокдаун. Принц Насим Хамед снова оказывается в нокдауне и ему открывают счет. Положение осложняется. Но Насим Хамед сдаваться не собирался. Он выбрасывает снова размашистый удар, идет на соперника. И вот уже сам на сайдстепе ловит оппонента. Но вот этот удар последний, конечно, был лишним. Страсти накаляются. Второй раунд поединка. Первый бой Насима Хамеда в США. Он начинает двигаться по рингу. Кевин Келли пытается его догнать. Попадает слева. Два нокдауна у него уже есть. То есть в первом раунде 10-8 в пользу Кевина Келли. И во втором тоже. Если Насим Хамед не отправит своего оппонента в нокдаун. Насим Хамед, конечно, слегка тоже потрясен. Он никогда прежде со таким стойким бойцом не сталкивался. Но вот он отправляет сам соперника в нокдаун и сравнивает счет в этом раунде. Одним таким легким ударом справа. Это, конечно, было просто потрясающе. Что демонстрировал Насим Хамед в ринге. Это было именно то, что так нужно было публике. Страсть, драка, драма. Ведь порой публика не понимала технические какие-то моменты боев. Тактику, стратегию. Именно поэтому не особо любили бойцов, которые думали лишь о защите. Им гораздо было сложнее раскрутиться. Насим Хамед, по идее, по замыслу Роберта Ингла, тоже должен был думать прежде всего о защите. И, собственно, он это делал до 20-го своего боя. А после уже решил проявить себя. Уже начала раскрываться его натура. Но, тем не менее, он все еще оставался бойцом, которого крайне сложно достать. Крайне сложно попасть по нему. И, конечно, это происходило все чаще. Тем не менее, Насим делал в ринге все, что хотел. Конечно, всем мы помним, чем закончилась его история. Это поражение от Марко Антонио Барреры. Его единственное поражение в карьере. Ну и затем невзрачный абсолютно поединок, возвращение через год с Мануэлем Кальво. Но все это будет многим позже. А пока смотрим то, чем воспользуется Марко Антонио Баррера по прошествии 4-х лет, когда будет готовиться к бою с Насимом Хамедом. Потрясающий просто по траектории удар, которого не видишь. Который просто летит из ниоткуда. Вот здесь как тоже подловил великолепно Насим своего соперника. Удар, конечно, был лишним, но и нокдауна здесь не было, скажем так. Третий раунд. По-прежнему Кевин Келли ведет в этом бою. У него два нокдауна. В одном он побывал сам. И поединок возобновляется. Насим Хамед не преклонен в своей тактике работать с дистанцией, выстреливать одиночными ударами. У него ведь был потрясающий по мощи удар. Он отправлял своих соперников в нокауты. Причем разово. Но чего нельзя было сказать о Кевине Келли, который провел на порядок больше боев. Посмотрите, снова Кевин Келли попадает. Хорошим ударом слева. И этот удар сотрясает Хамеда. Но что также было у Принца, это его стойкость, его возможность терпеть урон. Потому что мы знаем, что и Марко Антонио Баррера бьет очень-очень жестко. Но и он не смог отправить Насима Хамеда на канвас. Хотя там Баррера действительно делал с Хамедом все, что хотел. Здесь мы видим, что потихоньку Принц Насим начинает подстраиваться к своему сопернику, начинает его читать, действует снова с дистанции, хотя казалось бы, это ему не выгодно, но Хамед очень редко ведь работал комбинационно. Обычно он наносил два, максимум три удара. И, как правило, последний удар был решающим в его атаке. Либо соперник оказывался на канвасе, либо в глухой защите. И вот снова, снова как Кобра Насим Хамед находится на дистанции, пропускает, правда, удар. Опять же джеб от Кевина Келли. Но готовит, готовит свою атаку. И это видно. Правда, никто никогда не понимал, откуда эта атака пойдет, откуда выстрелит удар. Ведь Хамед был прекрасным еще и психологом. Он умел просчитывать ходы наперед. Он знал, что будет делать соперник, с какой стороны попытается зайти. И, конечно, всегда готовил свою атаку с учетом всех этих моментов. И даже если Хамед пропускал, он пропускал это абсолютно намеренно, выказывая тем самым абсолютное неуважение к ударам соперника. И зачастую Хамед платился за это, как, собственно, в этом поединке. Этот поединок на самом деле должен был Хамеду показать, что в США уровень боксеров тех лет был гораздо выше, чем в Великобритании. Но, к большому сожалению, Насим Хамед этого не учел. 10 секунд до конца третьего раунда. Он более ровный, нежели предыдущие два. Но, тем не менее, за предыдущие два раунда, конечно, эти бойцы развлекли публику. И народ ждал очередного зрелища. Ну и вот, тренер Кевина Келли говорит, что если ты не будешь использовать свой джеб и двигаться больше, у нас возникнут проблемы, а мне это не нужно. 51 точное попадание у Хамеда против 55 у Кевина Келли. Ну и такая психологическая накачка идет в этом углу. А Насиму Хамеду тренер говорит работать во взрывной манере, с дальней дистанции начинать атаку, использовать джеб и сломать своего соперника. Итак, четвертый раунд. Принц Насим Хамед Кевин Келли. Первый поединок, я напоминаю, Насима Хамеда в Соединенных Штатах Америки. Конечно, ближняя дистанция это был не конек Насима Хамеда. Он прекрасно работал именно с дальней дистанции, и, как я уже говорил, одиночными ударами. Вот снова Хамед пропускает, пропускает боковой, уходит снова в сторону. Посмотрите, как смещается великолепно от удара Насим и выбрасывает свой коронный крюк снизу. Вот этот крюк снизу, это была фирменная фишка Насима Хамеда. И боковой, конечно же. Те удары, которые практически никто не видел, потому что Хамед всегда низко держал руки и именно с той позиции наносил эти самые удары. У него была нестандартная, не классическая стойка. Стойка, которая привела его к чемпионскому титулу. и не к одному. Попадает Кевин Келли и мы видим, что страсти накаляются в этом бою. Снова Насим Хамед на дистанции, снова выбрасывает свой джеб фирменный. Но, как я уже говорил, атаковать Хамед в многоударной комбинации не мог. Однако, отправляет тяжелейшим своим ударом боковым на канвас Кевина Келли во второй раз. Келли говорит, что готов продолжать и поединок возобновляется. Хамед вытягивает снова на себя оппонента и принимается за дело. Есть попадание справа. Кевин Келли отвечает и отвечает достаточно неплохо. Открывает счет рефери. мне показалось, что здесь нокдауна не было, но, тем не менее, это третий нокдаун Хамеда. Снова попадает Кевин Келли. Вот здесь уже настоящая рубка происходит. И рубка, конечно, в какой-то степени выгодна на Симу Хамеду, потому что удар-то у него тяжелее. Кевин Келли снова на канвасе. Снова открыт счет. Келли поднимается и рефери говорит, что продолжать не имеет смысла. Кевин Келли слишком потрясен. Победа принца Насима Хамеда в четвертом раунде, в невероятном бою. В поединке, в котором он завоевал толпу, завоевал свою публику, своих зрителей. Именно этот бой сделал популярным Насима Хамеда в США. После его гонорары многократно возросли. Затем появились выходы на ковре самолете и многое другое. Все, что вы помните, все, что вы видели. Но все это закончилось в определенный момент. Вот посмотрите, потасовка. Выясняют отношения. Ребята, перед поединком очень много было сказано. Насим Хамед никогда не держал язык за зубами. Всегда готов был раскрутить бой, высказаться все, что он считал нужным. Он говорил. Ну и, наверное, поэтому в какой-то степени, потому что он подкреплял слова делом до поединка с Марко Антонио Баррерой, его так и любила публика. Ведь действительно его обожали. У него была отличная фанатская база в Великобритании. Причем он выступал и в Уэльсе, и в Ирландии. И в Англии, собственно. Ну и впоследствии стал проводить бои в США. Но все закончилось в 2001 году во встрече с мексиканским монстром убийцей с лицом младенца Марко Антонио Баррерой, который выиграл Хамеда, выиграл бой единогласным решением судей. После этого Насим так и не пришел в себя. В 2002 году провел невзрачный бой с Мануэлем Кальво, испанцем. В Лондоне он провел этот бой. Выиграл титул IBO, но там толпа его встретила не очень хорошо, потому что бой был абсолютно невзрачный. и впоследствии так больше и не вернулся Насим Хамед на ринг, хотя не заявлял о своем окончательном уходе. Впоследствии уже через много-много лет Насим скажет, что повлияли травмы многочисленные, но, конечно, все понимали, что психологически Хамед сломался именно в бою с Баррерой. Смотрим еще раз момент нокдауна и нокаута. Именно так закончился первый бой Насима Хамеда в США. Потрясающий, конечно, это был боксер, боксер, который действительно мог стать в ряд с величайшими боксерами в истории этого вида спорта, но, наверное, остановился на эпохе своей эпохи и, конечно, определенное место он в любом случае занимает. вот таким, друзья, получился этот поединок. Я надеюсь, вам понравилось то, что вы видели. Для вас работал Давид Кучешвили. Смотрите мой канал, болейте за наших ребят, не забывайте заниматься спортом и до будущих побед! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok